Родители всегда являются самыми близкими людьми, которые всегда защитят, укроют от любых жизненных невзгод и всегда в их объятиях можно будет найти совет и утешение, которые порой жизненно необходимы каждому. Но так бывает не всегда. Иногда родители, которых мы видели с самого первого своего дня, покидают нас навсегда и на этом жизнь дает такую трещину, которую уже никак не залатать. Так и случилось с юной девушкой по имени Честити Паттерсон. В 2015 году она потеряла отца. Что и говорить, для неё это было большим ударом, и девушка едва справилась с утратой. Защитный психологический механизм, который срабатывает у человека в тяжёлой ситуации, у девушки проявился следующим образом. Она начала писать сообщение отцу каждый день. «Привет, папа, это я. Завтра у меня снова будет тяжёлый день. Прошло 4 года, как тебя не стало, а я не перестаю по тебе скучать. За это время у меня произошло много всего, и ты знаешь об этом, ведь я постоянно тебе пишу обо всём». Так начала очередное сообщение девушка. Она постоянно делилась в сообщениях, как меняется её жизнь, что она смогла победить рак и заново радуется жизни. Что она окончила колледж и теперь будет получать второе образование, что пока что не собирается замуж. Так как ей немного страшно, ведь отец не сможет лично повезти её к алтарю и сказать «милая, всё будет хорошо». Вместо этого она собирается заводить собаку, ведь пока не хочет детей, хоть и морально готова к ним. «Пап, я очень сильно влюбилась. Мне казалось, что это будет на всю жизнь, но по итогу мне просто разбили сердце. Пап, не переживай. Благодаря этому я стала гораздо сильнее. Всё со мной хорошо. Честно-честно. Хотя ты бы, наверное, его убил на месте. Честно говоря, он это заслужил. Пап, я всё ещё расстраиваю маму. Она немного бесится с того, что пока что я совсем не планирую замуж. Я выбрала карьеру, но несмотря на это, мы всё равно друг друга поддерживаем, и мама является моей лучшей подругой». Девушка несколько раз в неделю на протяжении многих лет писала сообщение и ничего не ждала в ответ. Но после последнего её сообщения в жизни произошёл неожиданный поворот. «У меня всё прекрасно. Ты бы очень гордился той девушкой, какой я стала. У меня такой же острый язык и такое же отношение к жизни. Я просто хотела сказать тебе, что люблю и скучаю по тебе, папочка». И каково же было удивление Честите, когда неожиданно для себя ей пришёл ответ. Возможно, девушка просто забыла, что неактивные номера передают другим людям, и четыре года её сообщения читал незнакомый человек. «Я не твой отец, но я получал все твои сообщения на протяжении четырёх лет. Я постоянно ждал твоих сообщений с утра и по вечерам. Меня зовут Брэд. Я потерял свою дочь в автокатастрофе в августе 2014 года, и именно твои сообщения помогали мне жить. Мне очень жаль, что ты потеряла настолько близкого человека. Но я слушал тебя годами и следил за тем, как ты растёшь больше, чем кто-либо другой. Все эти годы я хотел ответить тебе, но я боялся разбить твоё сердце. Ты – невероятная девушка. Как бы я хотел, чтобы моя дочь стала такой же, как ты. Всё будет хорошо. Борись каждый день и озаряй мир своим светом. Мне очень жаль, что тебе пришлось пройти через это всё. И если тебя это хоть как-то утешит, я тобой очень горжусь. Думаю, твой отец гордился бы тобой. Узнай он, что ты завела ещё одну собаку, а не ребёнка. Держись, а я с нетерпением буду ждать твоих сообщений завтра. Девушка была настолько шокирована, что опубликовала свою историю в социальной сети с коротким комментарием. «Я пишу папе последние четыре года, чтобы рассказать, как проходит каждый мой день. Сегодня мне был знак, что всё в порядке». Кто знает, возможно, именно Бред поведёт когда-то юную девушку под венец, возможно, она найдёт того человека, который сможет хоть отдалённо заменить ей отца советом или поддержкой. Возможно, и сама девушка сможет хоть немного успокоить боль утраты в сердце Бреда. Ведь часто нам всем так не хватает того человека, кто смог бы подержать в трудную минуту и просто быть рядом. Иногда просто понимание того, что тебя кто-то выслушает, согревает душу каждому из нас. Девушка искренне просит всех ценить своих родителей и стараться проводить с ними как можно больше времени. Ведь никогда не знаешь, что может произойти завтра и какой момент может стать последним. Ну а на сегодня это всё. Не забывайте подписываться на канал. До скорого!